Я всех приветствую и хочу представить вас сегодня нашего гостя, исполнителя песен, человека, который славит Господа всей своей жизнью, всей своей душой, Алексея Янцевича. Он там, в штатах Мазачуси, сам родом из Минска, да? У нас у беларусов много, поэтому... Вот, я его представляю, придаю ему микрофон, и мы начинаем. Добрый вечер. Я очень благодарен пастору Ленину за то, что она отозвалась на мое желание приехать сюда. Вы знаете, иногда куда-то приглашают, иногда куда-то сам просишься. Но очень приятно, когда на твое желание приехать есть обоюдное желание, чтобы тебя увидели, да? Поэтому я благодарю вообще всех вас, что вы сделали этот ответный шаг, что вы вообще сегодня здесь. И мы можем вместе прославить Господа, можем поделиться тем, что есть у нас в сердце. Я не хочу, чтобы это было в одностороннем порядке, поэтому приготуйтесь к тому, что вы тоже будете в этом участвовать. То есть, это всегда свойственно таким творческим вечерам, которые я провожу. Вот, то есть, идет активная работа с залом. Для того, чтобы мы чувствовали, что мы одна команда. Для начала я хотел успеть несколько английских песен. Во-первых, потому, наверное, что мы живем в Америке. Во-вторых, потому, что сегодня у нас в этом служении есть пастор Майк. И мы хотим, чтобы он также не остался без плода. Чтобы его сердце также наполнилось присутствием Божьим. Для вас, я думаю, это тоже будут очень знакомые песни. Первая, она называется «I can only imagine». И вы знаете, что люди, которые верят в Господа Иисуса Христа, они идут на небеса, да? Аминь. Вот. И это такая радостная для нас новость. Это радостное ожидание. Но кто из вас может сказать наверняка, что же будет на небе? Никто. Никто, правильно? Но мы можем только представить. И в Слове Божьем есть некие слова мне, когда не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на всех этих человек, чтобы приготовил Бог любящих. Поэтому это мне что-то уникальное. Даже если мы можем представить что-то очень-очень хорошее, да? Американскую мечту, например. Или в России там свои какие-то представления о хорошей жизни. То я хочу сказать, что небо, оно в миллионы раз лучше. А то такое представление о том, что дороги будут усланы золото. Да, знаете, есть даже видео, которое было такое интересное, что один человек, когда на небеса, значит, уже был готов идти, он взял с собой, перехватил кусок золота. Ну, каким-то образом. В анекдоте это возможная история такая. И он пришел туда, а ангелам говорит, ты зачем асфальт с собой притащил? Потому что на небе все дороги не усланы золота. На небе это с собой. А для нас это, конечно, ценность такая. Да, мы хотели бы, чтобы у нас там несколько слиточков лежало дома в огромном месте. А для неба это ничто. Знаете, поэтому замечательно жить в совсем другом пространстве и мыслить в совсем другими категориями. Это особенность людей, которые принадлежат Царству Божьему. Это особенность людей, которые соприкоснулись с архиестом. Мы живем совсем другими категориями, совсем другими стандартами, совсем другими ожиданиями. Мы не живем в этом мире, по сути. Мы люди, которые посажены на небесах. И эта песня именно об этом. Я могу только представить. Халлеви. 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 Я могу только представить. Я могу только представить. Субтитры делал DimaTorzok 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 Анатолий Курас Наверное пришло время познакомиться Почему я пою эти песни и зачем? 19 лет назад Тогда мне было 18,5 лет Я был обыкновенным парнем с обыкновенной улицы Обыкновенного провинциального белорусского городка В сердце было какое-то желание, как и у всех Как-то жить по-хорошему, правильно У всех людей такое желание есть Не у всех хватает мужества, я бы даже сказал Осуществить это, дойти до конца Все хотят, но хочется и колиться Потому что такая обыденная обыкновенная жизнь Она тоже как будто привлекательная Ну, по крайней мере, так кажется Пока ты не встретился с Богом То кажется, ну, а как безумие? Ну, а как? А как вы себе представляете? Я на день рождения пойду, ну как? И что, я с собой не принесу? А что, я не поставлю? А что, про меня подумал? Ну, так дело не пойдет Ну и что? Я когда уверовал Вот я обгоняюсь во время Вот раз я затронул момент, да? И отец меня на дискотеку не пускал А вот когда я уверовал То у него деньги находились на дискотеку Ну все прямо Говорит, давай я на дискотеку Что ты думаешь сидишь, как старый пень Парень молодой такой Давай вперед, как бы А вот А я говорю, да мне не надо Эта суета такая, как бы Мне там не интересно А вот И настал день моего рождения Обычного лета Вот Хорошая погода, хорошее время А вот У меня там на улице круг друзей Замечательный Я их пригласил Вот На день рождения И в очередной раз Я просто их пригласил на день рождения И вот мы сели за стол Отец заходит такой Саша, ну ты вообще не уважаешь своих друзей Как бы А где, как бы Ну что ж на праздник Без выпивки А я говорю, ну как бы А зачем Если у нас есть радость Если мы уважаем друг друга То это должно быть уважение Реальное Настоящее такое Не суррогат Который когда там Подобьют Значай Ты меня уважаешь А потом Стекло Разлетает Замызанную сторону Вот Поэтому Как бы вот Интересные такие моменты были Точно так же Потом произошло С моей свадьбой Это уже было Значительно позже Это было через 6 лет После того Как я умирал Вот Несмотря на то Что мы решили провести свадьбу Не в том городе Где я родился А в городе Где родилась моя жена И вот здесь уместно Поправить То что Лена говорила Я не из самого Минска Но Последние годы Перед тем Уехать в Соединенные Штаты Я жил в Минске Я закончил там Институт библейский Получил свое Духовное образование В Минске Вот И Там же я нашел Свою супругу И там же мы поженились И там же Родилась у нас Старшая дочь Вот И Когда Время подходило к свадьбе Значит И Старалась Одна и другая сторона Все было замечательно Вот И Пришел такой момент Что Ну а как же Алкоголь Какой алкоголь Нужно забыть И В конце концов При всем уважении К тому Чаще всего Молодые люди Не всегда живут своими силами Сделаны с вами Правильно И родители На это скажут Аминь Мы прекрасно понимаем Что Нужно помочь Нужно делать старт какой-то А вот И где-то Безусловно Есть искушение Навязывать свои условия Правильно Потому что как бы это ты делаешь В данном случае Я сказал Вы можете Вот Потому что с другой стороны У меня есть Потомственная Линия У моей жены То есть У нее Дедушки Бабушки У нее Родители Мерующие люди И она Выросла в церковь Вот И для них Это вопрос не стоят Вот Если вы откажетесь От помощи Нет Ну Значит Тогда мне придется Это самому решать И вторая сторона В любом случае Этот вопрос будет Двигать Вот Понимая Вот Такую Магию Такую Неприступность Я сказал Если для родственников Вопрос принципиальный То есть Они приезжают Мне Порадоваться Вместе со мной Тому что я женюсь Что у меня начинается Новый этап жизни А они просто хотят Лишний раз Как бы На халяву напиться Вот То они будут Стараться дома Как бы это их выбор То есть Я их уважаю Но вот Ситуация будет Такой Вы знаете Самое интересное Это было потом Когда родственники Все таки Не все Но часть их Приехали на свадьбу Побыли И они просто были в шоке Вау Оказывается И без алкоголя Можно радоваться То есть Они были в шоке Они были в шоке Они были в шоке Вау Несколько человек Вы знаете Христианские свадьбы Я не знаю Как остальные Я знаю Что у всех вообще Религий Из своей традиции Я знаю Что у иудеев Очень интересные традиции И там Не то что за пять минут Или За два часа Как-то все это Решается У них тоже Очень долго это происходит А в были времена Вообще Целую неделю Они там гуляли А вот То У верующих Евангельских Верующих Это тоже Долго еще Прорисует Несколько часов И Естественно Нужна программа Чтобы было весело Правильно И люди же действительно Собрались Чтобы почувствовать Этот праздник И было очень замечательно Наши друзья Наши родственники Сестра моей жены Их очень много А на сегодня Только в том месте Где мы живем По 70 человек Это только в том месте Где мы живем А остальные еще В других местах Америки Живут Ну и каждый Песенку споет Что-то рассказывает Еще Какие-то моменты И вот По родственник думает Вау Это было так интересно Что мы даже Не думали о том Есть ли алкоголь Или нет Но просто Действительно Было весело И интересно И именно Видите Оказывается Как бывает Не обязательно Идти тем путем Которым Вы всегда ходите Оказывается Есть еще какой-то путь Которым Нужно пойти И сравнить И оказывается Что радость Радость Не от каких-то вещей Не от каких-то предметов Счастье не в том Что у тебя там Шикарный дом И дорогая машина И куча денег Вот И мы сегодня Знаем прекрасно Мы всегда можем согласиться Мы знаем прекрасно Что и богатые Тоже плачут Вы знаете И под подушкой У них Автомат-калашинка Большинство из них Вот И Значит Омоновец Ну спецназовец На дверях стоит Чтобы Сохранить свое богатство Вот Ну каждый Делает свой В жизни Вообще Какое счастье иметь И как его хранить Вот Наше счастье Сегодня Мое счастье Сегодня Что я однажды Разрешил Христу Полностью Обладеть мной И знаете Что Мне сегодня не нужен Николашников Не спецназоваться Сегодня У меня вообще никто не нужен Для того Чтобы хранить то Что есть у меня в сердце Я могу только от этого Отказаться сам То есть Это все Моя Личная Ответственность Я могу это хранить А могу так и отказаться Сказать А Ну не Ну надо Ведь это же не легко Ведь не легко жить свято Ведь не легко Быть верным Своей жене Ведь Там В голове всякие мысли появляются Ведь Можно Жить Просто Катиться А можно Взять ответственность И сказать Послушайте Мужик В конце концов Или Мужик Можно И так Поступить Я делаю Решение Это Выбор Это Не просто Ну Побуждение Аллилуйя Я пошел в церковь Так Наплакал Спасичок Поставил И Поцеловался Так Легко Устал А завтра Я не хочу Никуда идти Там Вновь Я вообще Слушай Тяжело Не 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 Поэтому Я очень рад Что Однажды Бог послучал в мое сердце И И Сегодня я сын двух человек С музыкой Я как бы Пожить навсегда У меня заключали Музыкальная школа По классу Скрипки Потом Музыкальное училище По классу Духовых Ударных Инструментов И Перед тем Как поступить В училище Немножко Мы Не решали С отцом Каким-нибудь Ветеринарным Врачом Или Папом Да Вопрос стоял В нем Так Он Вначале У Ветеринарного Врача И Видел Что Вот Жизнь Настоящая Вот Где Отучить Ветеринарный Институт И Все И Больше Никаких проблем Просто За полгода До того Как Нужно Было Поступать Я Благодарен Моим друзьям Музыкантам Которые Вовремя У меня Остановили Они сказали Какой Ветеринар Ты Что Ты Можешь Всю жизнь По лотку спустить Ты же Поешь Ты пишешь Песни Тебе нужно идти в музыкальное училище Я говорю Ну и кем я буду У меня Размер свои перспективы Ты будешь Учителем В детской музыкальной школе Ты будешь Музыкантом В каком-нибудь Оркестре Ну я подумал Действительно Наверное Как-то Поцепильнее Это все выглядит Ковыряться Где-то Непонятно Где В глицах Понимаете Как бы все-таки Наверное В этом все приличнее В глицах А вторая идея Вообще Я спонтанно Прочитал Про какой-то монастырь В Беларуси Где учится На православном священии Я говорю Послушай Ну а может быть Ты все-таки пойдешь На православных священников Я подумал Нет Ты понимаешь В этом нужно было ходить У меня в классе была Девочка одна Она все детство В костел ходила Все детство Она поехала в Польшу Потом отручилась Она стала монашкой Законитель То есть Очень серьезное у нее было Посвящение к этому Она отличалась от всех Она никогда не делала то Что делали все остальные Вот И В советское время Это не было так легко Я в принципе Это вообще не понимал У меня был такой Интересный случай В детстве Где-то в классе 6 На уроке Иностранного языка Зашла замуч И на ушку Учительница шепнула Потому что Если у кого-то есть иконы Думаю Теперь А у меня же Слух Такими плохими языками Я услышал Хотя я не сидел Достаточно далеко И так у меня взял У меня дома Висят иконы И Фамилия Учительница Беленог И она Стала билая Столбила И молчит И я просто Главное любого За то что И за вашей Бурдал мудрости Просто спокойно выйти из класса Как бы не потом Когда она пришла Учительница Саша Пожалуйста Никогда Не говори Что у тебя дома Висят иконы Я вообще В детский раз И думал Что плохого Какой грех В том Чтобы дома Висят Кого-то раздражают Или Не понимают То есть Как они нарушают Общественный Поход Даже хорошо У нас там Православные были иконы Потому что Православные И вторичные Потому что Пахнут как только Он говорит Ну все же хорошо Может мы тут со всем миром дружим А тут как бы есть люди Которых это не устраивает Вот Я вообще не понимаю В какой стране Страшное мы живем И какие вещи в реальности Пресвятили С теми людьми Кто посвящал Себя Расслужению Богу Их детей И слали Гулаги Это были Первые люди В штаббатах Это люди Которым Услала вся Сибирь И сегодня Вы знаете что Самые Прответающие Самые Большие Евангельские церкви В Сибири А знаете почему Потому что Цена была уплачена Очень высокой Очень высокой И поэтому Вот Это было То что произошло Со мной И по этому поводу Я хочу Сейчас петь Одну песню Я калей Тихо Тиши, и к тебе помню. Я тебе не помню, мы с тобой пройдем, Я с тобой наслажу. Тобой наслажу. Я никому не скажу, что от травы и штуны Тайну я закрою. Но смогу не удержать, Ту любовь, что ты дать Хочешь каждой душе. Каждой душе. Знай я в небесах, ожидаешь того, кто пошел за тобой. И смотрю я туда, где мой дом навсегда Будет славеяться. Ту свободеяться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Спасибо!